МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я имею, что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Высказать. 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 Добрый день, уважаемые дамы и господа. Напомню, вы слушаете радионародная волна на частоте 1430 М99,1 ФМ. На нашем веб-сайте radioNVC.com с помощью бесплатного приложения radioNVC на ваших айпэдах, айфонах, ну, или через браузер на вашем андроиде. Там. Да. А кроме того, на нашем канале в YouTube radioNVC. Ну, те из вас, кто пользовался услугами Facebook, сегодня какие-то проблемы. Мне интересно, вот те медиамагнаты, которые ушли в виртуальную реальность. Кому они будут вещать? В эфире их больше нет. Они теперь в интернете, на Фейсбуке. А Фейсбук сегодня глючит. Вообще интересно, а почему Фейсбук глючит? Или набрали таких специалистов подешевле? Или что происходит? Удив с сейл на зарплату, наверное. Да-да-да. Что-то, в общем, с Фейсбук глючит сегодня. Какая-то беда, так что, если у вас, вы пользуетесь услугами Фейсбука сегодня, это проблематично. Но, если вы все-таки можете выйти, зайти на нашу Google канал в YouTube, Аминь YouTube канал, то вы можете продолжать нас видеть и слышать. Просто зайдите, наберите, нажмите кнопочку subscribe и будете нашими полноправными участниками. Ну, прежде всего, мне хотелось бы поздравить всех с Днем Независимости. Завтра, 4 апреля, в Форс оф Джулай. Национальный праздник, очень веселый, очень радостный, очень торжественный. И завтра он пройдет в DC. Наиболее торжественно за последнее время. Правда, леворадикальные отребья, ABC, CBS, NBC отказываются праздновать вместе с нами. Они будут придерживаться своей традиционной Четверговской программы. Для них это уже неправильно. Вообще неудивительно, то, что касается Америки, то, что касается истории Америки, для леваков это, конечно же, трагедия. Готовы переписать всю историю. Ну, хуноябины, одно слово. Слушай, а чего им отвлекаться? У них, если бы там выступала Акасия Кортес, или если бы там выступал, допустим, Джелин и Эдлер, Нэнси Полоси. О, вот тут было бы действительно серьезно. А так, подумаешь, президент выступает. Президент, да, кому это надо. В общем, а бьются опять в истерике левачье. Не так. Праздник проходит, танки будут. А Джои Рид на MSNBC вообще сказала, что это пытаются нас запугать. Кого? Вас, придурков, запугать? У вас мозгов нет. Вы же ничего не боитесь, идиоты. Последние события, вот как выступает лево такое радикальное крыло-демократическое, или нет, военное крыло-демократическое. А поэнтифа. Антифа. Вы, наверное, все уже слышали, видели, как они избили журналиста, консервативного журналиста, но при этом он дважды относится к меньшинству. То есть, он, во-первых, азиат, он не бел, он азиат. Нго. А во-вторых, он гей. И, несмотря на все это, и, правда, ни одна гейская организация, ни одна азиатская организация, никто не выступил, никто, никого это не галочит. А вот меня интересует, только буквально пару дней назад прошел парад, да? Вот их прайд-парайд. А где они все? Нигде. Где вот эти, которые вышли на парад, которые бегали с транспарантами, я прошу прощения, с голой задницей, с перьями в башке, вот где они все, когда их, как говорится, собрата просто избили, ну, чуть ли до потери пульса? У него проблемы начались, там, у него кровь, мозг попала. Хоть бы один час. Ты знаешь, кстати, я никогда не знал, клянусь тебе, не знал, что посол наш в Германии. В Германии, который, да. Что он гей. Я не знал. Он в Гене, нет, я знал. А вообще, ублюдочная партия со своим ублюдочным военизированным крылом, толерантность и так далее, и так далее, все это сказки в пользу бедных. Это настоящая тоталитарная партия, которая прикрывается красивыми лозунгами, ну, как в свое время большевики прикрывались. Ну, Антифа, можно поставить знак равенства с комсомолом. Да. То есть, это их молодое крыло, военизированное, которое продолжает их идеи. Я жду, не дождусь, когда, в конце концов, эту организацию объявят террористической организацией, каковой она на самом деле и является. Примерно такие же события происходят сейчас в Израиле. Ну, чуть-чуть вскользь просто. Там происходит тоже. Там эфиопская братва, завезенная из Эфиопии, спасенная из этих шитхоллс, из дерьма из этого вытащенная, устраивает погромы, потому что один из бандитов эфиопов, там их целая банда была. Короче, ситуация была такая. Офицер полиции со своей семьей, с ребенком, там где-то на площадке отдыхали, проводил время с ребенком. Недалеко от них там завязалась какая-то драка между эфиопами. А он подошел, представился, показал документы, где сказать, я полицейский, давайте-ка, ребята, успокойтесь, не надо ничего. Узнав, что он полицейский, они начали его атаковать, бросаться в него камнями. Тогда он достал пистолет, выстрелил как бы перед ними, пуля отрикошетила и попала одному ублюдку эфиопскому в грудь. Он сдох. А ублюдок этот находился вообще под домашним арестом за преступления, совершенные до этого. И вот вся эта нечисть поднялась и устроила настоящий погром. Это люди, которые ненавидят Израиль, точно так же, как демократическая партия и их военизированное крыло Антифы ненавидят Америку. И несколько дней, на протяжении двух или трех дней продолжались эти погромы. Жглись машины, избивались люди и так далее. Этот офицер попал сначала в больницу, офицер полиции, потом его взяли под стражу. Но как же надо успокоить эту нечисть, которая там сидит на шее у израильтян? Их же надо успокоить, надо с ним разобраться, надо его в тюрьму бросить. Это примерно то же самое, что происходит здесь. А чем это отличается от ситуации с Сальханомар? Скажи мне, пожалуйста. Абсолютно ничем. Я сейчас говорю об этих военизированных образованиях, которые финансируются из одного источника. Один ублюдок по имени Джордж Сорос финансирует через разные организации, что леваков в нашей стране, что леваков в Израиле, которые в свою очередь накручивают эфиопцев, чтобы они устраивали эти бучи, эти погромы в канун выборов, ставив, так сказать, в сложное положение правительство Нитаньяху с тем, чтобы он принял какое-то решение. Выступал министр внутренних дел и говорил, мы хотели, не хотели, мы хотели, так сказать, дать им возможность выпустить пар, ничего себе дать возможность побить израильтян, покрушить дома, машины пожечь, дать возможность. Но вот, дескать, сейчас мы уже будем более жестко пресекать эти попытки. Не знаю, насколько им теперь удастся, потому что, так сказать, раскрученные леворадикальным отребьем из числа израильтян, эфиопцы, похоже, вошли в раж. Я не знаю, чем все это закончится. Нет, ну я думаю, что их там скрутят, это будет не проблема, но факт остается фактом. То есть, я почему я вспомнил Ильхан Амар, ее что же вытащили из Самалы, ты понимаешь? Ее спасли из этого лагеря, где ее бы, может быть, там и изнасиловали, и черт-те знаю, рабство бы отдали. Нет, ее вытащили вместе с ее там соплеменниками, привезли сюда, а сейчас она ненавидит. А сейчас она поехала в Турцию, встретилась с Эрдоганом, который приживает турок финансировать избирательную кампанию Ильхан Амар. Так кого представляет, чьи интересы представляет в Конгрессе демократическая партия? Интересы радикальных исламистов, интересы турок, интересы сомалийцев, интересы палестинцев, или интересы, так сказать, нелегальных эмигрантов, которые тысячи, сотнями тысяч валят через южную границу. Сейчас они устроили панику, этот ушлепок, ушлепок самый натуральный, Недлер выступает, что там происходит? Вы же, подонки, не выделяете деньги для того, чтобы пограничная служба могла хоть как-то обустроить эту толпу загребетников, которые сюда прут. Вы же не выделяете деньги. И, кстати, та же Иль-Хамамар, та же Акасия-Кортес голосовали против выделения денег, и при этом Акасия-Кортес едет с визитом в один из детеншн-центра и начинает рассказывать какие-то небылицы о том, что офицер-пограничник заставлял женщину пить воду из туалета. Я очень надеюсь. Понимаешь, по закону, на, что называется, на флор, в Конгрессе или в Сенате, любой из этих представителей может нести любую ахинею, и ему все сходит с рук. Так как в свое время Гарри Рид, помнишь, Наромник говорил, что он не платит налоги. То есть закон позволяет им врать абсолютно на всю страну и никаких последствий. Но то, что говорила эта комсомолка в Красной Косынке о пограничниках, это не было в Конгрессе, это было на публике. И я очень надеюсь, что ее возьмут за одно место и прищучат, потому что... Ну, ее есть, понимаешь, ее есть кому, в принципе, прищучить. Там было замешано и CBP, это Customs Сборы Патрол, там были замешаны ICE, там были замешаны эти полицейские, которые там работают. Понимаешь? То есть есть, в принципе, есть кому на нее подать жалобы. И в Конгресс, и в Department of Justice, и так далее. Так что... Очень хочется верить. Я слушал интервью еще одно какое-то откуда-то приехавшие тоже иммигрантки. О, какой же бред они несут. Она сказала, что она... Я... Вот они вынудили меня оставить телефон, я не уверен, что он сохранится. Ну, селфон. Да-да. То есть, она выразила сомнение, что якобы пограничники могут стыбрить ее вонючий телефон. Как... Это не та толпа, которая идет через границы сейчас. Инженеры, блины, врачи. Это... В кавычках. В кавычках, да. Это твари, которые уже сидят в Конгрессе, у которых мозгов абсолютно нет. Нет ни мозгов, нет ни чувства лояльности по отношению к этой стране. Они тупо ее ненавидят. Я думаю, что каждый из вас, кто слушает меня сегодня, и кто голосует за демократическую партию, вы голосуете за этих ублюдков. Не важно, что вы лично не голосовали за Ильхам Амар или там за Рашиду Тлаиб или за Акасио Кортес. Нет, вы все равно голосуете за демократов. И вот эта часть, эта исламистская, наиболее радикальная часть, утащит за собой вашу гребаную партию. А вы, в свою очередь, будете тащить нашу страну в эту пропасть. Это все будет на вашей совести. Добрый день. Здравствуйте. Я бы хотела задать вопрос вам, Сережа. Значит, проблема вот в чем. Когда вы вот говорите, я с вами вообще практически 100% всегда согласна. Все так, и это не пропаганда, это как бы трус, чистая правда. А вот есть две партии у нас. Демократическая и республиканская. Мы говорим, когда про демократическую правду. Партия ублюдков, партия мерзавцев и подлецов. А про республиканскую мы можем сказать, что да, там тоже есть такие, которые флип-флапперы, Райна, так называемые, которые перескочили из одной партии, может быть, в республиканской и с демократической. Понятно, почему. Но это обычно максимум 10%. Можно ли назвать республиканскую партию партию ублюдков, мерзавцев, подлецов? На мой взгляд, нет. Когда приравнивают две партии, за кого идти голосовать, даже вот так вот подумать. Не за кого идти голосовать, получается, а на самом деле это чистое, как бы, на мой взгляд, неправда. Я с вами согласен. Нельзя... Спасибо за звонок. Нельзя сравнивать две партии. К сожалению, в республиканской партии есть, я не знаю, или это замаскировавшиеся демократы, или это просто люди, которые, у которых шкурные интересы превалируют над интересами их избирателей. Или они просто называются, ну, там, в силу разных обстоятельств, живя в том или ином округе, они считают, что им проще, так сказать, быть избранными от республиканцев, хотя на самом деле они с таким же успехом могли быть избраны и в демократическую партию. И такие, к сожалению, есть. Что касается нашего штата, то, ну, наверное, общая ситуация в штате не может не влиять на поведение и на выбор тех республиканцев, которых мы видим. К сожалению. Ну, слушай, давай говорить так. При всем моем, честно, неуважении к Раунеру, когда он в свое время был губернатором, но это все равно было лучше, чем то, что мы сегодня получили в Притскере. Абсолютно. Уже лучше бы оставался мною неуважаемый Раунер, я с тобой сто процентов. Чем мы сегодня получили приз. Он ничего не делал для республиканцев, но он, по крайней мере, тексты не трогал. На самом деле, он пытался противостоять, он пытался провести пенсионные реформы, он пытался с налогами что-то сделать, а, к сожалению, мы знаем, что законодательное собрание заполонено либо продажными республиканцами, к сожалению, такие есть, которые голосовали за повышение налогов, я помню, первый раз, когда еще Квин повышал налоги, временно где-то 10 или 12 республиканцев проголосовали, ночью голосовали, ночью, в последний день проголосовали за повышение налогов, но уже на следующий выбор они не пошли. Очевидно, получив в качестве взятки тепленькое место где-то в своих округах или там в области, в штате или в городе, неважно, но такие продажные, шкурные твари, которые сидели ради собственных интересов. То же самое происходило и здесь, когда повышали налоги, тоже человек, 10 республиканцев проголосовали за повышение налогов. То есть, это подонки, которых купили просто с потрохами. Другого здесь быть не может. Ну, сейчас же новая мулька, ты уже слышал, нас готовят к следующему шагу. Значит, уже 45 миллиардов оказывается недостаточно. надо 90 как минимум. Они посчитали, что 45 миллиардов это даже в принципе половины нет того, что им как бы надо. Поэтому, вот они сейчас будут считать. То есть, уважаемые мои, готовьтесь. Те, которые живут в штате или иной, просто готовьтесь. Потому что, когда в штате пускается вот такая утка, она пускается не просто так. Значит, вот что я хочу сказать. Вы абсолютно право, Мария. Сравнивать две партии невозможно. К сожалению, и в этом Вы право. Среди представителей республиканской партии есть отдельные люди, отдельные представители, которые отстаивают свои собственные интересы. Ну, это коррумпированные личности, для которых интересы их избирателей стоят на 108 месте. Вот как-то, как-то так. А вот что касается Антифы, а я просто жду, они обязаны принять закон, объявляющий их террористической организацией. Я не знаю насчет закона, но сейчас вот этот вот посол, он очень серьезно официально обратился к Бару по поводу расследования того, что не того, что произошло с Антифой, а того, что произошло с полицейским департаментом и с мэром города. Потому что во главе этого города стоит ублюдок, леворадикальный ублюдок, причем он мэр и начальник полиции в одном лице. Отдал команду полиции стей даун. То есть этого парня избивают, полиция находится в шаге от него и ни один полицейский не шагнул для того, чтобы спасти этого парня. И они это сделали не потому, что они не хотели это сделать, потому что они получили такую команду, потому что демократ, а это же их плоть от плоти, Антифа, они же отстаивают их интересы, это их боевое крыло. Поэтому он дал команду стоп, ничего не трогать, ничего не предпринимать. Мало этого, полиция отказалась вызвать скорую помощь вот этому парню, у которого в конце концов оказалось, что у него было кровоизлияние в мозг, ему полиция отказала в вызове скорой помощи, сказала ему вон иди, вот там полицейский участок, иди, они примут заявление и вызовут тебе скорую помощь. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Несколько месяцев назад прозвучало такое сообщение, что против Притскера открыто уголовное дело по поводу его махинации с налогами в его домах, когда он вынес унитазы и посчитал, что эти дома нежилые. Что-нибудь известно по этому поводу или это утка? Это не утка, это так называемое идет расследование. Идет расследование, федералы расследуют это дело, поскольку там он сэкономил на налогах порядка 300 тысяч долларов, действительно вынес унитазы из жилых домов и объявил это как нежилые помещения. Но такой миллиардер бедный не может заплатить налоги, он только может с нас, с вас, вот с тех, кто работает, средний класс, что называется, вот этих он может оббирать, а он не может себе владея миллиардами, этот подонок не может заплатить налоги за ту недвижимость, которой он владеет. Которую он же и купил. Это удивительные вещи. И тем не менее, вагиноголовый, ой, меня просили не называть их вагиноголовыми, но вагиноголовый, потому что они Я боюсь спросить, как тебя просили их называть. Они одевают вот вагину на голову и выходят на демонстрацию против Трампа. Так вот, ненависть к Трампу затмевает остатки мозгов, если у кого они были, и они идут и голосуют за притскеров, которые и их же в том числе обворовывают. Натурально. Просто натурально. С первого числа вступили в силу новые законы, новые налоги, новые ФИ. Радуйтесь, господа демократы. Это все, на что вы способны, все, на что способна ваша партия. Устраивать погромы и обворовывать рабочий класс. И теперь все эти кандидаты, которые выступали на самом деле, били себя в грудь, какие они, какие они страстные, они готовы всем помочь. Но я не слышал ни одного предложения сказанного, чтобы как-то улучшить жизнь человека, который работает и платит налоги. Они все больше говорили о том, как бы дать бесплатно тем, кто не работает и не платит налоги. А вот те, кто работают, те, кто порой с трудом сводит концы с концами, об этих как-то они не очень-то заботятся. Ну, придумали себе мульку повысить зарплату минимальную. На самом деле, повысить зарплату, попадет в другой брекет, у него заберут эти деньги, профсоюз заберет эти деньги. Но это сказка для идиотов. Причем на идиотов рассчитывается. Потрясающее количество идиотов в этой стране в эти сказки верят и голосуют за эти подолгов. Самое интересное, вот люди, действительно, я иногда удивляюсь людям в том смысле, что абсолютно вроде бы считать умеют, но не считают. 8 долларов в час минимальная зарплата, значит, с тебя берут налоги, там буквально ноль. Почему? Потому что с тебя сначала берут, потом тебе их возвращают. Теперь они удвоили эту зарплату. Как вы думаете, это что, вы останетесь в нулевой бракет? Добрый день, вы учитесь. Добрый день. Добрый день. Ну, как вы понимаете, Сергей, вы чего-то, собственно, возмущаетесь. Мы все работаем с говерментом плоти. Все, 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 кто едет в этой категории говерментом плоти, зеленое, мы все их работаем, остальные, на них работаем. Обеспечиваем их цветущую жизнь и будущую. Деньги в семье. А почему он вообще работал с рабами? Вы абсолютно правы. Вы их называете рабами? Мы рабами. Мы, да. А я вам скажу другое. Рабы, это те, которые работают просто за похлебку, деньги не платят. А мы, это самый настоящий источник дохода. Все. При этом, повысив налоги на всех жителей нашего штата, он тут же повысил зарплату зарплату всем чиновникам. Всем компенсировал все вот эти повышения налогов. Причем он еще не сделал, он палец о палец не ударил ничего в работе. Но уже отценили свою работу так, что непременно нужно бонусы повысить, зарплаты повысить. Их хватает денег. Колоссально. Ты понимаешь, что, что... Я понимаю, вот тех чиновников, которые работают в правительстве, они его поддерживают. Потому что, ну, как бы он им... Ребят, да вы не переживайте. Налоги подниму, лохи будут платить, я вам компенсирую в виде зарплаты. А тем более, вы идете на пенсию, пенсию будем индексировать постоянно, бенефиты пожизненные вам и вашим отпрыскам, все будет нормально. Голосуйте за меня, они за него голосуют. Но когда дебилы, которые имеют некоторое образование, некоторое высшее, некоторое экономическое, юридическое... А некоторые высшее экономическое. И они голосуют за этого урода, вот тут возникает такое сомнение в адекватности этих людей. Или, может быть, эти люди на что-то рассчитывают. Или они, может быть, мечтают попасть вот в ту когорту... Вот под это крыло. ...которые будут там потом наслаждаться всеми этими бенефитами. Может быть. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Добрый день. Я хочу сказать, что вот не бывает порядочных правительств. Ну, назовите мне хоть от ту страну, где есть порядочное правительство. Потому что порядочные люди в политику не идут. Идет только вот это вот отредье, как оно себя называет. Демократы, республиканцы, социалисты, нацисты, не важно. Это люди без совести и чести. А с Иеновичем, к сожалению, больших долг на голосовавших никогда не платили налоги и не собирались их платить. Так что им глубоко по барабану. И ситуация вот в этом смысле ужасная, потому что ничего изменить нельзя. Те, кто работает, у нас меньшинство, к сожалению. Тут больше правят собакой. Вот что произошло. Спасибо большое. Вы правы, конечно, но я вам скажу, вот те, которые голосовали, которые не платили налоги, они сейчас будут их платить, потому что им подняли вот этот минимум вейдж, а это уже совсем другая индексация. Поэтому сейчас послушаем, когда начнут брать налоги, вот со следующего года, через пару лет, послушаем вот эти люди, что они будут говорить. Добрый день, пожалуйста, Филип. Как налоги они начнут платить? Они еще будут терять бенефиты, там все эти бесплатные эти кейты и футстенбы, потому что у них уже все доходы. Ну, вы подумайте, подумайте, пожалуйста, какие люди, какие люди работают взрослые на минимальное зарплате. Подумайте, какого уровня, вам сказать, брайна, так сказать, послительная сила эти люди. Неудивительно, что они верят любые сказки, любой, как дети. Спасибо большое. Мы, к сожалению, должны прерваться, потому что подошло время рекламной паузы. Мы вернемся буквально через минуту. Возвращаемся в программу Народная трибуна. Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Если есть вопросы или желание поделиться своими мыслями, пожалуйста. Добрый день, пожалуйста, Добрый день. Добрый день. Вы знаете, я очень скептикал по поводу выборов 2020 года. Сейчас расскажу, почему. Я недавно ходил продлевать свой драйвер-лайсенс и стоит очередь огромная. И видно, что эти люди только приехали. По-английски не говорят, документов не имеют. И самый первый вопрос, который задает would you like to register to vote? Конечно, хочу. Можете представить, сколько миллионов нелегально зарегистрированных будут голосовать. Из-за кого они будут голосовать? Как вы думаете? Абсолютно с вами согласен, но здесь меня успокаивает лишь одно. Все это полчища разбредается по таким городам, как Чикаго, Лос-Анджелес, Нью-Йорк. А эти города, как вы знаете, они без того, так сказать... Одни демократы. Они уже с мозгами давно не дружат, и население этих городов поменялось. Люди, здравомыслящие, которые могут, имеют возможность уехать из этих городов, убегают, а остается вот все это за хребете. Ну, плюс, вы не забывайте, я понимаю ваш скриптицизм, но вы не забывайте о том, что это задача республиканской партии на каждый избирательный участок прислать достаточно наблюдателей, которые бы смотрели за тем, чтобы действительно, ну, хоть какой-то порядок был. Поэтому... А то, а толку-то! Никаких документов! Не-не-не-не-не. Они зарегистрированы, у них бумажка есть. Да, они зарегистрированы, но на избирательный участок они должны будут с собой принести определенные документы, конечно. Поэтому не все так плохо, не расстраивайтесь. Будут, конечно, нарушения, но не в таком массовом порядке. Спасибо большое. Но вообще нарушения это в традициях. Да, это нормально. Десятилетиями демократы фальсифицируют таким образом выборы. Ничего нового в этом нет, к сожалению. Не всегда дела доходят до судов, не всегда завершаются приговорами, но случается иногда. Добрый день. Здравствуйте. Вы знаете, вот когда звонят и говорят, значит, что вот республиканцы должны то, должны сё. А ведь на самом деле мы должны зарегистрироваться, чтобы присутствовать там и чтобы осуществлять такой контроль. То есть мы граждане. У них нет таких как бы оплаченных должностей, чтобы приходить на каждый участок и участвовать в этом. Что мы делаем? Или мы такое же быдло, как аморфное, как, в общем-то, когда говорят про республиканцев, которые как бы себя ведут так же, как ублюдочно, как и демократы. Если мы ничего не делаем, какие мы можем им предъявлять претензии? Не может быть избранный человек быть выше, так сказать, человеческого материала, который его избирает. Спасибо. Добрый день, пожалуйста. Добрый день. Серёжа Анатолий, есть просто конкретный вопрос. А что теперь делать? Голосовали правильно, голосовали, так как душа подсказывала. Но пришли, пришел сейчас стейтмент на тексы. Если он раньше был, допустим, там 500 долларов, это такие цифры, то сейчас он ровно в два раза выше. Куда можно идти, и это не тот случай, когда поднимают заплату, когда там какими-то бенефитами, это пенсионеры. Люди, которые имеют доход совершенно, ну как, ниже плинтуса. Да. Ну, я вам скажу, единственный вариант с этим, то есть, нужно продолжать делать то, что вам подсказывает сердце. Ну, то есть, любой человек не может прыгнуть выше своей головы. То есть, вы делаете все то, что вы считаете нужным и правильным, ну, а все остальное, то, что вам не подвластно, но вы не можете об этом забыть. Да, я понимаю, но все-таки должна же быть какая-то управа на это дело. Какие-то должны быть объяснения. Я понимаю, если они своим соратникам дают добавки, дают бенефиты, дают все, что можно дать, добавить, то они пенсионерам не дали ничего. Да, да. Мало того, я боюсь. Я понимаю наших пенсионеров, которые еще идут и голосуют, и с пеной у рта защищают эту шваль. А я вам скажу, да, да, да. Как говорят, понаехали, и конец в стране. Я вам скажу такую вещь. Когда мои родители, которые ныне, к сожалению, покойные, жили в одном из вот таких больших домов, они мне постоянно жаловались. Вот во время выборов они просто мне звонили и говорили, послушай, от них же этого спасу нет. Приходят прямо, звонят в квартиру, то есть их пускают вот эти же менеджеры домов. Они приходят и по квартирам, и наших же пожилых людей агитируют, что вот мы вам даем это, мы вам дадим это, мы вам, понимаете. Опять же, это называется grassroots politics. Ну ладно, но вот что теперь делать? Скажите, какие двери стучатся? Нет, еще раз, мало того, что вы голосуете, ходите, и вы правильно голосуете, вот вы должны еще взять за руку своих двух соседей и повезти их голосовать. Потому что, к сожалению, даже русскоязычные не все. Кто-то голосует, еще продолжает голосовать за демократов, а кто-то просто остается дома за эту антисемитскую партию. Люди, которые говорят, что они сострадают, переживают за Израиль, идут, голосуют за антисемитскую партию. Поэтому единственный выход, это брать их за руки, тащить на избирательный участок. И снять то, что не... Это все понятно, это, так сказать, на будущее. Другого нет. Мы оплатим деньги, нужно сейчас. Другого нет. Другого выхода нет, но вот те, которые нас слушают, мы же не просто так говорим. То есть, объясните вашим родителям, если вы в возрасте, где, слава богу, еще живы ваши родители. И объясните им, что не голосовать, это точно то же самое, что отдать голос. Понимаете, поэтому нужно своих родителей брать, вот буквально физически брать, и ввести их на выборные участки, и объяснять им, за кого голосовать. Потому что больше, я больше, чем уверен, многие родители вот в возрасте там старше 75 лет, они, в принципе, и не знают, за кого голосовать. То есть, вот им сказали, ткни сюда, вот они и ткнули. Слава богу, у нас как-то, знаете, окружение такое, что понимают и знают, и голосуют, и правильно, и отстаивают позиции, и помогают партии, все, вроде как все. Ну, еще вокруг масса. Вот с этой массой надо работать. Да, надо работать. Спасибо. Вот поэтому мы тут и пытаемся все-таки людям объяснять вещи. Спасибо вам огромное. Спасибо. Добрый день. Здравствуйте. Вы знаете, вот мы живем в царстве Чаковске. Хоть бы мы будем биться головой об стену, и будем голосовать за республиканцев, ничего, к сожалению, не поможет, потому что такое количество левых здесь живет, что просто, ну, непреодолимое. И русскоговорящих, наверное, в данном случае очень трудно обвинять, потому что сами американцы так голосуют, что они голосуют за республиканцев, только в очень редких случаях, тогда, когда праймерис, им нужно протолкнуть своего, ну, чтобы республиканцы номинировали своего им выгодного... Понятно. Ну, вы какую-то такую паническую... Да, 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 это не все так плохо. То есть, Чаковский, это всего-навсего один округ, понимаете? Поэтому, учитывая то, что у нас тут, сколько, 28, по-моему, округов, есть, то есть, да, мы живем в таком округе. Мы знаем, эти проблемы существуют, никуда от них не уйти, эти люди существуют, никуда от них не избавиться, они будут продолжать жить. Это не значит, что мы должны опускать руки. Вот все, что я могу на это ответить. Добрый день. Алло, говорите, пожалуйста. Окей, вас не слышно. О, пока я пока не забыл. Я вначале хотел сказать. Если у кого-то из вас есть знакомый сертифицированный тренер по плаванию, ну, может быть, кто-то, или из знакомых ваших знакомых, может, вы лично, являетесь таким тренером, у которого есть сертификат, который может быть тренером работать. У меня проблема. Мой малой ходил, была у него замечательная тренерша, девочка серка, и куда-то ушла, нашла другую работу. А в Sky Fitness сейчас нет тренера. Sky Fitness Health Club, это вот тут на перекрестке практически Милоки, и Дирфилд Роуд. Если у вас есть какие-то знакомые, кто может работать тренером, у кого есть сертифицированный тренер, там неплохие довольно условия. Вообще клуб сам по себе шикарный, я сейчас не рекламирую клуб, но условия работы такие гибкие очень. Набрал группу, набрал людей, там есть групповые занятия, есть правильные индивидуальные занятия, да. Если вы знаете кого-то, кто мог бы работать, пусть позвонит нам в редакцию, или свяжется непосредственно со Sky Fitness и говорит, предложит свои услуги. Пожалуйста, если кто-то знает тренера сертифицированного. Но не просто человек, который умеет плавать, а именно человек из сертифицированного. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу рассказать, что мне не праздник, как тебе понравится, чтобы все были как-то спокойно и счастливо. А в принципе, надо исходить из пенни, что-то делаешь, что должно, и будь, что будет. Да. Тогда будет. Абсолютно. Абсолютно правильно. Спасибо большое. А в канун праздника вот такое печальное событие, ну, не печальное, мерзкое событие произошло. Найки выпустила партию кроссовок Найки в магазины. Сзади там такой лейбл, изображение флага. Ну, первый флаг, Бет Сирос, автор этого флага, первый вышел флаг, там 13 звезд, если я не ошибаюсь, первые 13 колоний. И этот антиамериканец по имени Кайл Каперник Кайл Каперник сказал свое фе по этому поводу. И Найки сняло с продажи. Он сказал, что он feels oppressed. Он чувствует себя репрессированным при виде этого флага, поэтому Найки поторопилась пойти ему навстречу и снять вообще их продажи из производства. Вообще Найки удивительные вещи творит. То они хиджабы со знаком Найки выпускают. И спрогнулись под лево радикальное отребье, дальше некуда. Встали в позу в такую... Знаешь, когда-то Найки, кстати, по-моему, он до сих пор является одним из членов Советов Директоров Майкл Джордан. Вот они рекламировали Джордана, они рекламировали этого Вудс, как его... Тайгер Вудс. Они рекламировали людей, нормальных людей, вот именно фирма Найки. Что с ними произошло? Кстати, где находит... Где вообще Майкл Джордан? Ну, нигде он находится со своими делами. Я не знаю, может быть, просчитали, что население, молодое население, которое настроено антиамерикански. Давай говорить прямо. С промытыми мозгами, с марксистскими идеями они явно настроены антиамерикански. Для них этот маркет имеет большее значение, чем взрослые, работающие люди, которые придерживаются патриотических принципов. Для них больше интерес представляет все это нечисть, которые типа антифы и так далее, которые настроены антиамерикански, поэтому они идут у них на поводу. Для них это представляет... Да, но у них же кроме этих есть же еще и нормальные люди, которые... Нормальные люди в свое время откажутся от приобретения этих продуктов компании. не окажутся до тех пор, пока это не произойдет. Губернатор штата Аризона Дюсси сказал так, никаких инцентив, они собирались там завод, по-моему, открыть Найки, ну и, конечно, им какие-то инцентив, там скидки на налоги и так далее. Он сказал все, никаких инцентив, мы не хотим иметь дело с компанией, которая поддерживает антиамериканскую позицию. И тут же сразу либерасты Девин говнюсом из Калифорнии типа, о, мы готовы принять. И тут же из Нью-Мексико губернаторша, которая сняла с границы этих гвардейцев, тут же сказал, вот, давайте к нам, давайте к нам. В общем, все, все, что нас против Америки, все поддерживается демократами. Ну, самое интересное, кстати, ну, опять же, это всплыв буквально факт пару, но, вчера, насчет флага. Оказывается, во время инаугурации Барака Обама, его последней инаугурации, вот, двенадцатого года, оказывается, во время инаугурации вдоль Пенсильвания Эвеню, те, которые знают Вашингтона, там, где стоит Белый дом, и это улица, на которой он стоит, Пенсильвания Эвеню, вот вдоль этой улицы половина флагов были последних американских флагов, флагов, а вторая половина была первых американских флагов, и никто, и никто этому не противился. Понимаешь, за восемь лет правления Обамы все так изменилось. Да уже Обама, по-моему, сам себе поверить не может. Они пытаются, ну, мягко говоря, переписать всю историю, и, понимаешь, до того момента, когда отменили рабство, вообще, как будто Америки не существовало, потому что иначе все, что связано с рабством, они хотят вычеркнуть из нашей памяти, стереть. Ну, это уже было в истории, это было при нацистах, это было при Сталине, при Ленине, это вот большевистские замашки, переписать историю. Как же так можно? Как же так можно? я тебе скажу, давай говорить так, что вот эти левые, особенно активисты, черные, да, левые, они тоже не особенно помогают, потому что, я не знаю, ты слышал вчера, по-моему, это было у Такра, нет, не у Такра, это было у Марты Макалом, когда выступали, вот именно по этому поводу, по поводу флагов, выступали два черных, и вот один, который говорил абсолютно, что это все абсолютно нормально, и вообще этот капельник, он не вообще не имеет права, слово сказать, милленер, и второй сидит, такая черная морда, противная адвоката, адвоката, да, и как он, то есть, это просто вот чистый, милитант, а зато есть другой пример, вот есть такая компания, Кемпинг Ворлд, Маркус, еще и шоу на, на NBC, по-моему, есть шоу, где он, помогает там, бизнес развивать, он поставил, на земле компании, большой флагшток, и большой, американский, огромный, флаг, вот пример такой, кто ездил туда, в сторону Гринбе, где вот этот, Шебойган, по-моему, проезжаешь, там стоит огромный флагшток, справа флаг, так вот, примерно такой же он установил, и местные власти его пытаются судить, чуть ли не посадить его в тюрьму, потому что он не соответствует, пока что они его штрафуют, 50 долларов каждый день, не соответствует местным кодам, какие-то ублюдки, ну, как правило, это пенсионеры, потом собирают их, делают грозник совет местный там, или просто продажные шкуры, и вот они придумывают всякие разные коды, законы, правила и так далее, и они придумали, что флаг не может быть больше вот такого размера, американский флаг, символ страны, радоваться должны, сволочи должны радоваться, этот символ нашей страны, развивается, гордо реет, нет, у них это вызывает оскомин, это может оскорбить нежные чувства пришельцев, все, снять флаг, но он сказал, что я скорее пойду в тюрьму, чем с ним он уже больше, больше двух месяцев, он им платит 50 долларов каждый день, это штраф, он пошел на совет директоров этого, этой деревни, он объяснил, что этот флаг, он никому не мешает, он на такой высоте, где он никому ничего не заставляет, видимо, он не мешает, им все связано с историей этой страны, сказали нет, мы его не поменяем, этот код, вот тебе, какое количество слов пытается сорваться с моего языка, но эти слова не предназначены для эфира, так хочется от души назвать своими именами всех этих подонков, которые ненавидят эту страну, которые ненавидят историю, связанную с этой страной, Добрый день. Не надо сказать эти слова, чтобы все слышали. К сожалению. Не можем. Плоды проклятого французского воспитания не позволяют. А вы понимаете, что на испанском радио, или как оно, мексиканское, там говорят все что угодно. А, ну да. Ну, у нас же все-таки, наши радиослушатели, самые воспитанные радиослушатели. Ваши, кто там, Ленечка обидится, или эта девушка ваш, коммунист, обидится. У меня такое дело. Вы видели этот туалет, откуда Аказия Картес сказала, эту женщину заставили пить? Вообще, вы видели? Да, я видел. Да. Ну, это типичная такая из нержавеющей стали установка, которая содержит себе с одной стороны унитаз, с другой стороны. Они ее сделали в одной единице, для того, чтобы, может быть, место сэкономить, или погониться подводить. Я не знаю. Но она выглядит очень хорошо. Да. Там никакой грязи. Ну, а сколько если кто-то там никогда ничего не моет, может быть что-то. А в принципе, она выглядит очень привлекательно. Я не хочу сказать, что встать, что в доме должна такая стоять, но в таких условиях, в которых Алья, когда это все компактно должно быть, она специально для этого и сделана. Вы понимаете, самое страшное... Я тоже можно пить. Я жил в Донке, я был, когда в армии, мы пили, снимали кашку и пили прямо из лужи. Честное слово. Да. Но это было давно, в 50-х годах, так что, что время можно было, да? Да. Спасибо большое. Ну, самое страшное то, что, вы понимаете, да, это место, где находятся эти так называемые беженцы, это не гостиница, это не Ридс Карлтон, это даже не Мотел Секс. Это место не было предназначено для того, чтобы там содержать какое-то такого рода количество людей. Это самые настоящие тюрьмы временного содержания. Это вот типа КПЗ, куда, по идее, сгоняли тех, которые нарушали законы в свое время, там, перебегая границу, их там содержали. Это тюрьма. Это не Ридс Карлтон. Это тюрьма. В тюрьме маленькие камеры. В маленьких камерах негде ставить душ отдельно, умывальник отдельно, туалет отдельно. Это все сделано в одном юнити. Но, тем не менее, вода подведена отдельно к туалету, отдельно к умывальнику. Поэтому вы не пьете воду из туалета. Хотя, такой, как Акасия Кортес, не мешало бы, может быть, пару раз попробовать выпить воду из туалета, чтобы прополоскать свой грязный рот. Теперь еще один или одна судья приняла решение в отношении этих так называемых беженцев, что обязано правительство в течение семи дней рассмотреть их кейсы. Другими словами, мало того, что они держат границу открытыми, я имею в виду демократов в Конгрессе, лгунов, и рассчитывающих на наивность и глупость своих избирателей. С чем я их и поздравляю. У них достаточное количество избирателей, идиотов, которые за них голосуют. Так вот, они не меняют законы, они держат границы открытыми. Администрация пытается как-то это дело немножко притормозить, помещает их в эти центры. и по полосе, которая существовала, их могли там содержать на самом деле бесконечно соответственно из полосе. Единственное, что нужно было сделать, чтобы Конгресс выделил средства, чтобы помещений больше было построить там палаточные городки или что-то, чтобы их там содержать, чтобы потом не ходили кортесы и прочие недоумки и не говорили, как так? Зубных щеток им не дают. А ты тварь, ты тварь, и тебе подобные. Ну, раз вы такие сердобольные, сколько денег вы дали пограничникам, чтобы они могли купить зубные щетки. Пограничники, которые зарабатывают по 40, 30, ну, кто-то может быть чуть побольше, и ты, сволочь, которая получаешь 174 тысячи, те из дома таскают памперсы, зубные щетки, чтобы этим беженцам так называемым дать. А кто из этих ублюдков, которые сидят в Конгрессе и громче всех орут об этих бедных несчастных, дал хоть копейку, чтобы их поддержать? Нет, это все политические игры, и есть негодяи, которые это понимают, что это политические игры, но их это устраивает, потому что они очень ненавидят Трампов и республиканскую партию. Ну, и огромное количество просто дебилов, которые не в состоянии увидеть, понять, распознать, что это политические игры, не более того. Семь дней, это значит, что через каждых семь дней все эти сотни тысяч задержанных должны быть, должны выйти на свободу, потому что Конгресс не выделяет денег на дополнительных судей и так далее, и так далее. Денег нет, рассмотреть их кейсы невозможно, значит, их будут выпускать на свободу. Собственно, чего демократы и добиваются, говоря о том, что нет, мы не за открытые границы, границы нужно укреплять, но делают все, чтобы поток этих так называемых беженцев беспрепятственно проникал на территорию страны, а потом говорить, сейчас, мы не можем депортировать 11 миллионов, когда их станет 100 миллионов, что вы будете говорить? Мы должны предоставить им гражданство. И вот тут это конечная цель. И только идиот этого не понимает. Спасибо, друзья. Времени, к сожалению, больше не осталось. Слов еще много, даже цензурных, но времени нет. Продолжение следует...